Каждый зауралец мог проголосовать на своем избирательном участке, за которым он закреплен. 22 мая по всему региону открылись пункты для предварительного голосования партии «Единая Россия» за кандидатов в депутаты Государственной Думы от Курганской области. Всего работали 197 счетных участков. Тот человек, который неравнодушен к своему государству, он в любом случае имеет ответственность за будущее перед своим государством, перед следующими поколениями. И вот он, неравнодушный человек, в любом случае придет со своим паспортом. Неважно, какие бы условия мы для него не создали, он все равно придет и проголосует за свое будущее. В школе номер 46 проголосовал локомотив партии «Единая Россия» Александр Литяков. Его поддержать пришли председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов и сенатор Сергей Лисовский. Это реальные пробы сил, во-первых. Это реальные школы политики. В регионах и по всей стране. Потому что те кандидаты в депутаты, которые сейчас работают на предвыборном голосовании, они вот за это время очень сильно выросли как политики. Потом это определенная ответственность перед, понимание ответственности кандидатов перед избирателями. Потому что, к сожалению, было до предвыборного голосования, что некоторые депутаты вдруг осознавали эту ответственность, когда уже было поздно, когда они в предвыборной гонке. В итоге в Курганской области на 23 мая победителем предварительного голосования стал ныне действующий депутат Государственной думы Александр Литяков. По предварительным подсчетам он набрал 60% голосов избирателей. Вторым стал глава Макушинского района Василий Шишкоедов. Тройку лидеров замкнул депутат Курганской областной думы Игорь Менщиков. Общая явка избирателей составила от 7 до 9%. Стоит отметить, что примерно такой же результат был на предварительном голосовании партии перед выборами в областной парламент в 2015 году. Окончательные итоги будут объявлены 25 мая. Напомним, что победитель данного голосования станет кандидатом от «Единой России» по одномандатному избирательному округу на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2016 года.